Добрый день! Итак, дискуссионный клуб опять в эфире. Ведущий я, ваш покойный слуга Эдвин Спутти. И у нас сегодня гость, уже всем полюбившись, наш борец с банками из-за справедливости, юрист Гундра Вейхсла. Добрый день! Итак, я понимаю, что есть некоторые движения, есть поданные конкретные документы, расскажите. Да, поданные документы мы уже подавали уже с 2012 года, все время нас приглашают, говорят с нами, даже попросили сделать законопроект, так и это мы просмотрели, но мы это продолжаем. Сейчас опять подавали в СЭИМ от профсоюза полицейских заявлений, чтобы государство обеспечило, чтобы люди могли получить свои зарплаты и свои пособия и другие, пенсии, например, без посредников, без банков. То есть наличными? Пусть государство думает, как это сделать, чтобы человеку не надо было платить посреднику, например, какое-то время СЭП-банк требовал 13 евро за то, что ты получаешь свою зарплату, да? Потому что практически уже сложно получить какой-либо хонорар, какую-либо зарплату, если ты не имеешь банковского счета, то, в принципе, ты никто. Да, и с одной стороны, ты должен платить за то, что ты свои деньги получаешь, во-вторых, ты опять должен платить этому посреднику за то, что ты платишь за газ, за воду, за электричество, да? За любые услуги, которые ты получаешь, да? Например, какую-то госпошину заплатить, опять тебе надо 4,80, например, платить или даже больше какому-то банку, да? Но вот государство должно обеспечить, чтобы люди свои права могли и свою жизнь обеспечить без посредника этого, потому что этот посредник, он лишний по существу, да? Если государство это не сможет, ну тогда оно так и должно сказать, мы свои обязательства, которые перед людьми, не можем выполнить, и давайте... Ну и по какой-то причине, почему? Демиссию и давайте ищем других людей, которые это могут обеспечить, да? Ну зачем нам такие люди, которые, власти, которые не умеют работать и не хочут работать, и может быть у них нету интереса работать в пользу людей? Ну они просто притворятся умершими рыбами и ничего не будут делать. Ну вот не подадут демиссию, мы хотели бы, чтобы они ушли и пришли в другие, хотя, в принципе, не меняя законов и думают, ничего особенного не изменится, но все-таки... Но у нас есть госказа, которая получает бешеные деньги, я даже слышала перед Новым Годом, они какие-то эти премии получили, где-то 300 тысяч, да? Нет, даже больше, да? У нас есть Латвийский банк, у которого тоже, наверное, есть какие-то возможности, но давайте думайте... Латвийский банк – это зарубежная компания, в принципе, которая ничего общего с нашим государством не имеет. Но не заставлять людей платить каким-то банкам, да, за то, что они просто существуют. Но, извините, это не какой-то дополнительный налог, да, в пользу банка. Ну, банки свои интересы могут пролоббировать, у них есть с чего, так сказать. Мы-то как можем бороться за свои права? Ну вот, подали петрицию. Есть какие-то законы, которые регулируют, они должны ответить в каком-то... Они сказали, что ответят, да? У меня была встреча с депутатом Калназолом, да? Он заинтересован был посмотреть, послушать. Но я думаю, что вот если только у одного депутата есть какой-то интерес, а остальные этим не интересуются, ну, значит, остальным всем 100 – это совсем неинтересно и неважно, да? И вопрос-то по существу, если банки за год зарабатывают полмиллиарда, Ну, в принципе, это единственное, которое зарабатывает так по большому счету. Это не то, это уже прибыль. Это значит после всего. Все расходы, да, уплата налогов, и тогда прибыль полмиллиарда. И это так называемой деятельности. То есть они ничего не строят, ничего... Ничего не строят, просто... Никакой продукт, да. Просто паразитируют на нашей работе, на нашем продукте, и еще хотят больше. А, в принципе, мы видим ведь, что за стоянку мы не можем заплатить уже наличными. Без этого посредника, да. И все больше, все больше услуг, чтобы без посредника нам не обойтись. Ну, конечно, интересы банков лоббируются, и понятно, что у них при таких-то барышах есть чего. Я еще вообще думаю, с одной стороны, кто там принимает вот эти законы, он, наверное, какой-то в уме немножко перверз, да. Зачем ему интересно, как люди тратят свои деньги? Например, ну, почему вот интересоваться тем, что я покупаю? Какие трусы я, например, в магазине покупаю, да? Ну, это же больной человек, который вот это хочет знать. Но нормальный человек не захочет видеть, что люди в магазине покупают. Ну, это контроль, это тотальный контроль. Да и дело, но это человек больной на голову, ему надо лечиться, и не заниматься вот такими делами, как государственное управление, да? Ну, такие суберадочные известия, что уже не только собак можно чифировать, а людей уже тоже надо делать. Нет, ну, если мы все делаем через карточку по существу и по телефону, мы все контролируем, да, ну, значит, по существу это не свободное государство. Ну, где ты сейчас находишься благодаря твоему телефону? Да, ну, это уже не свобода, да? Ну, это нарушение соответственно. Если у меня есть право на жилье и право на защиту, что я могу свободно выбирать, где живу, что делаю, да? И тут мне указано, до какой суммы я могу что-то свое заработанное тратить, да? Где я могу тратить? Какой посредник должен быть у меня? Ну, извините, это уже никак не называется свобода. За что боролись называется? Ну, примерно. Во-вторых, подумаем. Я, например, посмотрела, есть такой квартал tss.lv, да? И там указаны все заседания суды, которые там проходят, да? Исключение там бракоразвода, которое закрытое заседание, и насчет детей, да? Адаптации детей тоже не показывается. Но если посмотреть, например, там, за один день распочатать, там, Латгайский суд, Латгайского предместья Риги, да? 39 судебных заседаний и большинство, 99% из этих взысканий каких-то долгов. Ну, это понятно. Раньше было банки, да? Сейчас смотрим, Латвия с газой, Латвия Нерго, Риги, Снамопарвалнекс. О чем это говорит? О том, что люди не могут заплатить за ежедневные свои необходимые, да? Вещи за газ, за электричество, за помещение, где они живут, да? И тут после суда людям объяснят уже внятно, что право на жилье это тоже такое очень мифическое, потому что, если он не может уплатить какие-то долги, которые были созданы, в принципе, искусственно, то это жилье у него переходит уже через судебных исполнителей, которые у нас, как известно, миллионеры, по 4-6 миллионов после уплаты налогов такие вот барыши в год у наших юристов, судебных исполнителей. Вопрос, да? Раньше, до 2001 года, да? Судебные исполнители были простыми работниками в суде, у них была минимальная зарплата, и они там иногда какие-то незаконные действия вели, но они не могли сами ни эти акционы провести, это все утверждалось в судах. И когда на них стали уголовные дела завести, да, потому что они продавали государственное имущество, там, например, целые заводы за 1 лак, да, и потом продавали за миллион, это все будто бы фиксировалось. И вместо того, чтобы навести порядок в этом бизнесе, как они создали, да, уже... Ну, этот порядок был создан, очевидно. А порядок создан даже по-другому, да. Сейчас они легально миллионерами стали. Ну, это то, на что... И самое удивительное, вот в 2001 году, когда были такие довольно громкие дела с судебными исполнителями, я помню, что министром юстиции тогда была это же самое слово «таболдинь», которая, когда она в оппозитии, она очень громко кричит, когда она в позиции, тогда все в порядке, да. И тогда она занялась этим судебным исполнителем. И вместо того, чтобы вот этих же слугов народа поставить на место, да, которые просто исполняют решение суда, в течение нескольких лет они стали миллионерами. На них были правила кабинета министров, которые дают заодно письмо, которое они написали, одно письмо, написали человеку, давай в течение 10 дней добровольно верни деньги. И за это 50 евро. Плюс, если сумма маленькая, тогда вот эти 50 евро, а вдруг у тебя там будет сумма, там, тысяча, да, ну, тогда у него еще проценты с этой суммы. Но он работает гораздо лучше, чем в советское время, когда он работал на зарплату. Сейчас он более качественно работает. Вопрос, в чьих интересах он работает, да? Ну, в своих, конечно. Разве в государственных интересах есть, чтобы люди все были бедные? Чтобы они не могли заплатить за газ, за электричество, за свою квартиру, где живет? А кто заинтересован? Потому что если действие, мы видим в результате, это именно происходит, и это не один год, а это уже 25-26 лет происходит, то, наверное, все-таки, те, которые стоят за именем государства, наверное, заинтересованы в депопуляции этой. Стоят ли это, можно называть заинтересами государства, да? Ну, теми людьми, которые олицетворяют себя государством. У нас же были, да? Например, в Ашкевиче там было государство, у нас Годманис был государство, да? У нас есть несколько людей, которые... Ну, бывшая компартия, которая перекрасывалась в миллионерах, кстати. Но если посмотреть соответственно, тогда у нас государство все-таки считается люди, которые... Это народ, который... Ну, это лозунг, это желаемое, но, к сожалению, не действительно. но, с одной стороны, это закон, которого надо соблюдать. А с другой стороны, например, вот последнее было. Мы писали в КНАПС конкретную ситуацию, описали действия судей, которые явно... Видно, что там все оплачено, все переговорено. К нам говорит, вы пишите, что это возможно, да? Но они же должны проверить. Они пишут... Вы пишите, что возможно. Когда у вас будет конкретное, что вот это так они сделали, да? Тогда мы будем заниматься этим. Извините, а что вы там делаете? Если вам указывают на судью Верховного Суда, который обратным числом делает решение суда, но это незаконно, это вообще доказуемо. Вы можете идти, забрать этот компьютер, посмотреть, когда она сделала вот это конкретное решение. Но говорится, ворон ворону в глаз не клюнет. И вдруг, вместо того, чтобы проверить и констатировать факт, что человек делает незаконности, и незаконности обычно делает за какие-то деньги, за какие-то интересы, да? И вдруг им это неинтересно, но да, человек не может зайти в кабинет судей, забрать ее компьютер и посмотреть, когда и что она делала, да? Так что оказывается, что ты, даже если у тебя конкретные доказательства, есть, что вот по датам, по записям в этих порталах ты видишь, что это все фальшивое, да? Ты никак не можешь, пока ты сам не зашел в кабинет, пока ты сам не забрал этот компьютер, ты не можешь прийти в Канапсе и сказать, что вот нарушение, да? Ну, ты не имеешь такого права, так что это имеется судебное... Получается, что судья себя чувствует очень таким... Верховного властью. Да. Что можно делать что угодно, да? Они могут писать в решение суда, что да, мы видели, что предприятие, которое продало цессию, оно ликвидировано. Да, мы видели, что по документам она ликвидирована уже три года до того, как она подписала какой-то договор. Даже не спорим, что после ликвидации никакие договора подписать с ним нельзя. Ну, не существует. Нам не интересно это. И мы по-любому приняли такое незаконное решение и отменить это не собираемся. А это есть как-то на письме или это сообщество? Это конкретное решение суда, где написано, да, мы их даже в первой инстанции знали, что это незаконно. Мы знали, что вот это предприятие ликвидировано тогда, это тогда. Но мы приняли это решение, и у вас нету права это отменить. Это написано, и куда с этим идти? Потому что дальше смотрят те же самые судьи, которые приняли, да? Ну, круговая порука. Им уже не стыдно это писать на бумаге. Это подписано, это написано, да? И вам некуда идти обращаться, потому что дальше такие же. У нас звоночек. Слушаем вас внимательно. Да, да. Вот человек сказал, что исполнитель не является государственным чиновникой. Это не совсем правда. Судебный исполнитель является государственным чиновником. И государственным чиновником является администратором по платежной способности, да? Это разные вещи. Большинство вот этих всех взысканий, которые ведут по решениям суда, это ведут судебный исполнитель, которые приравнены государственным чиновникам, и каждой мы можем зайти в вид и посмотреть, какие у них доходы. Мы можем, там было уже подсчитано, что в течение 10 лет, например, Степан, даже не 10, за какие-то 7 лет заработал больше, чем 10 миллионов, да? Ну, нормально. Кстати, мой бывший директор СИА-президент. Ну, а администраторы, это уже немножко другая такая тема, потому что администраторы платежной способности, люди обычно подают сами, говорят, подавать, не подавать на платежную способность, да, те, которые физические лица, те, которые юридические, да, тут другое немножко, но там уже, когда подают на платежную способность, обычно эти пустые фильмы уже, у которых почти ничего нету, в исключении, да, это Леопард Металлорс, которые там кружат, крутят и вертят, да, а так все заложено, и это немножко другая опера, это немножко другие деньги. И есть тоже там среди администраторов есть такой, которые там выделяются, которые реально получают миллионы, которые там по ликвидации банков, по этим большим предприятиям. А как распределяют эти вот дела, вот почему одним вот по миллиону и по многим миллионам, а другим там по мелочи? Да. Тоже, наверное, есть система какая-то? Те, которые распределяют миллионов, вот там выбирают, да, там не так, чтобы вот пойти по списку, да, обычно те, которые там, например, ликвидаторы банков, его ставят конкретного человека, ну, наверное, с конкретной партийной принадлежностью, я не знаю, я там не участвую, да, как это выбирают. Ну, зная нашу систему, не без отката потом. Да, лично, да, то, что публично известно, их конкретно выбирает, кто-то их советовал, кто-то потом, наверное, и поделился. По рекомендации, да. И из этого, вот это отдельная история, да, это потому что это, ну, уже... Нельзя исключить, что это подставные фигуры, которые просто фигурируют как... Последний пример был, например, вот этот банк, который сперва просто приостановили его действия, и был ликвидатор, и потом сейчас уже платеж неспособность, потому что активов, оказывается, не хватало. Ликвидатор заработал 3,5 миллионов, а для кредиторов там не осталось уже что отдавать, да? Да и не положено. И не положено, да. И, с одной стороны, банк, который был ликвидный в начале ликвидации, он оказался не ликвидным после действия этого же самого ликвидатора, да? Точный расчет. Ну, очень там... Людям повезло, но всем из-за этого... Ну, не хочется, чтобы только кто-то жил хорошо, но надо же, чтобы большинство жил хорошо. А вот почему люди, по-твоему, едут в Англию организовать неплатежноспособность свою? А здесь какая-то сложность дома? Видите ли, в Англии это процесс бесплатный. Ну, если проблемы с языком, тогда ты нанимаешь там местного юриста, которому заплатил за то, что он подает вот это заявление. И процесс довольно быстрый. Полгода, и они все списали, и до свидания, и с вас бодны. А в Латвии за то, чтобы подавать это заявление, ты должен заплатить два минимальные зарплаты, плюс этого госпошина для государства. Это примерно 80 евро получается, 71 за госпошина, и еще какие-то канцелярские издержки, но вместе всего примерно 80 евро дополнительно. Но это небольшая сумма, но я думаю, что там разница. Нет, администратор две минимальные зарплаты. Ага, это изуменьшенно. Нет, это первый взнос, а если у тебя идет взыскание, вот когда у тебя судебный исполнитель, и когда у тебя остается меньше минимальной зарплаты, заплатил все коммунальные, заплатил за газ, за электричество, ну, боюсь, что собрать две минимальные зарплаты, это не... Учитывая, что ты не платишь за способную, так с чего ты будешь платить, и так платить нечего? Вот эти деньги, ну, никак. И даже если вот у тебя зарплата минимальная, тебе потом надо одну третью платить этим кредиторам. И тогда подумаем, кто это может вообще сделать, да, этому человеку, ну... Звоночек, да-дам, принимаем. Слушаем вас. Спасибо, Виктор. Нам бы хотя бы один вернуть в банк государственный, но еще о банках мы поговорим после музыкальной паузы.